Влаголичные ванночки В гинекологической практике широко применяется в комплексном лечении такая процедура, как вагинальные ванночки. Оно называется местным лечением. Организм каждой женщины уникальный. Так же, как и строение репродуктивных органов. Среди всех элементов этой системы есть шейка матки, которая подвержена различным патологическим процессам. Не только воспалению, но и образованием эрозии, образованием полипов на ней и других процессов. Во внутренней части шеечный канал, то есть сервикальный канал шейки матки, состоит из однослойного силиндрического эпителия. Сверху шейка покрыта многослойным плоским эпителиям. В том месте, где соединяются эти два слоя, зачастую начинаются заболевания. Это место называется зоной трансформации, где цилиндрические эпителии приходят многослойный плоский. Чтобы избавиться от патологического процесса, в составе комплексного лечения рекомендуется выполнять влагалищные ванночки. В медицине такую процедуру относят к области гинекологии. Главной целью проведения вагинальных ванночек является антисептическая обработка влагалища и некоторой части, а именно влагалищной части шейки матки. Такое воздействие на органы не может являться монотерапией и должно входить в терапевтический комплекс лечения. В гинекологической практике влагалищные ванночки назначают очень часто. Все манипуляции достаточно простые, но их должен проводить лечащий врач. Гинеколог специальным раствором заполняет определенную часть влагалища и влагалищную часть шейки матки. Приблизительное время воздействия экспозиции лекарственного препарата около 15 минут. Количество процедур определяется либо полным выздоровлением, либо устранением воспалительного процесса. Показания для назначения вагинальных ванночек. Это подготовительный период перед оперативным вмешательством, подготовительный период для обследования репродуктивных органов, в частности инвазивного обследования. Диагностированные воспалительные заболевания влагалища, шейки матки и органов малого таза. Это и цервицит, это и истинная эрозия, это эндоцервицит и прогрессирующий, часто рецидивирующий кальпит. Но выделяют ряд состояний, при которых проводить вагинальные ванночки не рекомендуется. Противопоказанием к проведению вагинальных ванночек является менструация, беременность при угрозе прерывания, если в недавнем была родовая деятельность или был выполнен аборт. Вообще беременным, если показаны вагинальные ванночки, то они, как правило, проводятся после 12 недель беременности при условии хорошего самочувствия беременной женщины. Подготовка к вагинальным ванночкам. Ну, в общем-то, подготовка несложная. Женщина должна знать, перед проведением вагинальной ванночки необходимо опорожнить мочевой пузырь и кишечник. Иногда вагинальные ванночки выполняются не просто одним каким-то антисептическим раствором, а идет чередование многих, нескольких лекарственных препаратов, и после этого вводится свеча или тампон с лекарственным средством. Ванночки можно делать даже в домашних условиях, но только предварительно обсудив это с врачом. Даже если женщина решила делать влагалищные ванночки на основе отваров лекарственных средств, необходимо предварительно убедиться, что у пациентки отсутствует аллергия или индивидуальная непереносимость данного растения, а также проконсультироваться по поводу целесообразности проведения данной процедуры с лечащим врачом. Как проводится процедура в поликлинике? Первый шаг является подготовительный, во время которого женщина должна выполнить все советы и рекомендации лечащего врача, а также занять максимально удобное положение в гинекологическом кресле. Затем вводится зеркало куску после антисептической обработки промежности. После этого зеркало куску заменяется на сворчатое зеркало и лекарственным раствором, который применяется для обработки у данной пациентки, заливают верхнюю треть влагалища и влагалищную часть шейки матки. Затем створку наклоняют вниз и первые две трети раствора сливают жидкость. И оставшуюся часть раствора вводят в влагалищную область шейки матки. Она должна полностью покрыть шейку матки. И затем уже жидкость сливают через 5-15 минут. В завершении процедуры, естественно, проводится просушивание стенок влагалища стерильными ватными тампонами и излечения зеркала. Очень важно, чтобы в ходе выполнения процедуры соблюдались все условия абсолютной стерильности используемых инструментов. Влагалищные ванночки выполняются в амбулаторном режиме, поэтому женщине нет необходимости находиться на стационарном лечении. Для процедуры используются, в частности, в нашей клинике, высококачественные уникальные препараты, ну и, соответственно, одноразовые инструменты. После проведения курса местного лечения, как правило, пациентки замечают, что у них уменьшаются или исчезают болевые ощущения, патологические выделения. И если имела место истинная эрозия, которая проявляется в том, что на шейке матки появляется дефект эпителия, то отмечается эпителизация шейки матки. То есть эффект от вагинальных ванночек в общем и целом положительный. В домашних условиях можно проводить вагинальные ванночки с помощью сока алоэ. Сок алоэ разводится в соотношении 1 к 10 кипяченой водой, отваром ромашки, натуральным йогуртом, корой дуба и другими лекарственными растениями после согласования с лечащим врачом. Таким образом, местное лечение, которое заключается в обработке слизистой влагалища и влагалищной части шейки матки лекарственными препаратами, одним или несколькими, с последующим введением либо свечки, либо вагинальной таблетки, либо вагинального тампона с лекарственным препаратом является очень эффективным компонентом в комплексном лечении воспалительных заболеваний органов малого таза. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры Алексею Дубровскому